Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на уроках немецкого языка. Сегодня узнаем, как сказать по-немецки «я бы», «если бы». Эта тема, как вы помните, называется в русском языке сослагательное наклонение глаголов. По-немецки «конъюнктив свай». Вот так может быть написано. Конъюнктив свай. Вот мы говорим по-русски «я бы купил этот дом». И немец сразу спросит, А когда бы ты это сделал? Дело в том, что в немецком языке, в отличие от русского, различают предложения вот такого типа в настоящем времени и в прошедшем. А в русском языке у нас только одна форма. «Я бы купил этот дом». Сегодня на уроке мы рассмотрим «конъюнктив свай» в настоящем времени. «Гегенвард» – настоящее время, «конъюнктив свай». Нужно рассмотреть несколько типов предложений. Например, «я бы сделал что-либо». «Я бы что-то купил», «я бы куда-то пошёл». Мы говорим «бы сделал». То есть глаголу в прошедшем времени «сделал», добавляем частичку «бы». А у немцев есть вот такой глагол «вертен». Он играет решающую роль для образования конъюнктив свай. Он образовался от глагола «вертен», который переводится как «становиться». У глагола «вертен» есть ещё и другие значения, но вот в связи с этой темой перевод «становиться» важен. В прошедшее время «их ворде» – «я стал» претеритум. А для того, чтобы сказать «я стал бы», в русском языке мы добавляем глаголу две буковки «бы», а в немецком языке две точки. Было ворде, стало ворде. «Их ворде» означает «я стал бы». Давайте посмотрим примеры. Вот мы хотим сказать «я бы купил этот дом». Немцы говорят «их ворде» – «дас хаус кауфен». «Ворде кауфен». По сути, немец сказал «я стал бы этот дом покупать». «Ворде стал бы» – «кауфен» – «покупать». И вот сразу видим формулу. На втором месте стоит глагол «ворде», он будет спрягаться, изменяться по лицам, а в конце – инфинитив – «кауфен». То есть «я стал бы покупать», «мы стали бы покупать», «он стал бы покупать». Но вот такой перевод, конечно, некрасивый. И переводим вот так. «Я бы купил этот дом». Еще пример. «Мы бы охотно поехали на море». Множественное число «вер würden gerne ans mehr fahren». «Würden fahren». На втором месте «würden» во множественном числе. В конце – инфинитив. Вот и все. Вот вы научились говорить предложение типа «я бы что-то сделал». Важно запомнить формы глагола «würden». «Ich würde», «du würdest», «ir, sie, sie, würden». Так же, как и первое лицо, совпадает. Первое и третье лицо единственного числа. Множественное число «würden», «ir würdet», «sie, sie, würden». И во множественном числе две формы тоже совпадают. Первое лицо и третье. Добавляем инфинитив, любой глагол. И можем говорить «ich würde sagen», «я бы сказал». Или, например, «du würdest sagen», «ты бы сказал». Или с отрицательной частичкой «ich würde nicht fahren», «я бы не поехал». Вот по такой формуле вы можете образовать сколько угодно предложений. И глагол «würden» можно использовать и для образования предложений вот такого типа «я имел бы». То есть, по-русски мы говорим «был бы у меня», «вот бы мне такой». А немцы говорят «я имел бы». Мы берем теперь глагол «иметь» «haben» и можем вот по такой формуле работать. «Würden» плюс «haben». Или вот эту связку «würden» плюс «haben» мы заменяем особой формой глагола «haben» «hette» плюс «аккузатив». Ну, сейчас все по порядку рассмотрим. Откуда взялся глагол «hette»? «Я имею» «ich habe». «В прошедшее время» «я имел». «Ich hatte» и «я имел бы». Две буквки в русском языке добавляем. А в немецком две точечки «um laut» «ich hätte». «Я имел бы». «Ich hätte». И давайте посмотрим на примеры. Аккузатив не забываем, да? При этом. «Я бы охотно имел сад». «Ich würde gerne einen Garten haben». «Würde haben». Знакомая нам формула. «Я бы охотно стал иметь один сад». Но лучше вот так. «Ich hätte gerne einen Garten». «Ich hätte gerne einen Garten». То есть для связки «würde haben» удобнее использовать глагол «hette». И вот еще пример. «Ани бы охотно имели машину». «Sie würden gerne ein Auto haben». «Würden haben». А вот так лучше, потому что короче. «Sie hätten gerne ein Auto». Глагол «hette», как вы видите, изменяется также по лицам. Стоит на втором месте, как обычный глагол. Вот все его формы. «Ich hätte», «Du hättest», «Ir sie es hätte». Опять первое и третье лицо совпадают. «Wer hätten», «Ir hättet», «Sie sie hätten». Первое и третье лицо множественного числа тоже совпадают. И добавляем аккузатив. «Ich hätte gerne», обязательно нужно сказать, «охотно», «einen garten». «Du hättest gerne» «ein Auto». «Wir hätten gerne» «eine Wohnung». Все очень просто. Главное, не перепутать конъюнктив 2 с претеритум. Претеритум без умlaute «ich hatte». Давайте посмотрим пример. «Ich hätte gerne einen Hund», «я бы охотно имел собаку». «Ich hätte». То есть у меня ее еще нет, и «я бы охотно имел собаку». А предложение «Ich hatte einen Hund» переводится «я имел собаку». Вот важно не перепутать эти формы. Следующий тип предложений «я был бы». Ну вот мы иногда говорим «был бы я сейчас молодым», или вот вы сидите на работе и говорите «ой, я был бы сейчас лучше с удовольствием в кино». «Я был бы». Берем глагол «würden» и добавляем инфинитив «был», «sein», «быть». И вот эту связку «würden» плюс «sein» можно заменить одним специальным глаголом «were». Откуда он взялся? «Быть sein» – прошедшее время «был» претеритум «war» и «был бы». Добавляем две буковки, а в немецком две точечки. Получаем «were» и в конце еще раз добавляем «e», для того, чтобы легче было выговаривать этот глагол в других лицах. Мы увидим сейчас, как это работает. Итак, «were» – «был бы» или «würden» плюс «sein». Смотрим примеры. «Я был бы сейчас охотно на море». «Ich würde jetzt gerne am Meer sein». «Würden» плюс инфинитив. А вот так лучше. «Ich wäre jetzt gerne am Meer». «Ich wäre jetzt gerne am Meer». «Were» стоит на втором месте, как обычный глагол, и он будет спрягаться. Давайте еще пример посмотрим. «Он стар» или «он есть стар» по-немецки. «Он был бы охотно молодым». «Er ist alt». «Er würde gerne jung sein». «Er würde gerne jung sein». «Würde sein». А вот так лучше. «Er wäre gerne jung». Здесь вот формы, мы видим, первое лицо «ich» и третье лицо «er» совпадают. Вот все формы глагола «were», конъюнктив «zwei». «Ich wäre», «du wäre es», «er sie es wäre», «wer wären», «ir wäret», «sie sie wären». Первое лицо и третье в единственном числе, и первое лицо и третье во множественном числе формы глаголов совпадают. Для меня вот здесь видно, что буковка «e» служит действительно тому, чтобы легче проговаривать было эти глаголы. А в претеритум нет этой буквы «e» и нет умлаута. «Ich war», «я был». И когда вы говорите «ich wäre», вы добавляете место, где вы хотели бы быть, или качество, каким бы вы хотели быть. Например, «я бы сейчас был на море с удовольствием», или «я бы сейчас охотно был молодым, богатым» и так далее. Вот такая формула. И не перепутать важно нам предложение в конъюнктив «zwei» и в претеритум. «Ich wäre jetzt gerne im Kino». «Я бы сейчас с удовольствием», а немцы говорят «охотно оказался в кино». Ну, немцы говорят «я бы сейчас был охотно в кино». Или по-русски мы говорим «вот бы сейчас в кино». Все это вы скажете по-немецки вот так. «Ich wäre jetzt gerne im Kino». А если вы говорите «ich war gestern im Kino», это означает «я уже был в кино». «Were», «был бы», «war», «уже», «был». Действие состоялось. И модальные глаголы. Для них не нужно брать глагол «würde». Они все имеют тоже свою собственную форму. И так и будем их использовать. «Ich könnte», «я мог бы». «Ich müsste», «я должен был бы». «Ich dürfte», «мне было бы разрешено». «Ich sollte», «я должен был бы». «Ich wollte», «я хотел бы». И вы сразу видите, что у глаголов «золен» и «волен» нет «умлаута». И эти формы полностью совпадают с претеритумом, с прошедшим временем. Различать только по контексту можно. Идет речь о прошедшем времени или о Konjunktiv zwei. Глагол «mögen», «möchte», «я хотел бы». И рассмотрим примеры. Пример. «Я мог бы» или «мы могли бы». «Я мог бы тебе помочь». «Ich könnte dir helfen». «Könnte», «mog бы». Еще пример. «Вы могли бы лучше учиться». Как замечание. «Ihr könntet besser lernen». «Ihr könntet besser lernen». И вот такой пример, который вам на все случаи жизни пригодится. Когда у вас просьба, вы говорите. «Könnten Sie mir bitte helfen?» «Могли бы вы мне помочь?» А по-русски «не могли бы вы мне помочь?» «Könnten Sie mir bitte sagen?» «Zeigen?» «Geben?» Любая другая просьба. То есть «могли бы вы мне что-то сказать, показать, дать?» Звучит на немецком языке «вежливее». И немцы предпочитают эту форму, когда вы используете конъюнктив. Не просто «können Sie mir bitte», а «könnten Sie mir bitte». И сразу имейте в виду, что две равнозначные формы есть для вежливых просьб. «Könnten Sie mir bitte helfen?» Или «würden Sie mir bitte helfen?» Аналогично в русском языке. «Могли бы вы мне помочь?» Немцы добавляют «пожалуйста». Это будет «könnten», «могли бы вы?» А если мы просто говорим «не помогли бы вы мне?» Без глагола «можете ли вы мне помочь?» Такая вот форма. «Würden Sie mir bitte helfen?» Однозначные. Но имейте в виду, что немцы предпочитают всегда вот эти вот формы. Если вы их будете использовать, вы будете слыть вежливым человеком. И посмотрим еще примеры с конъюнктив-цвай модальных глаголов. «Um erlaubnis bitten?» «Спросить разрешение». «Dürfte ich heute früher nach Hause gehen?» «Можно бы мне сегодня раньше уйти домой?» То есть дали бы вы мне разрешение. «Dürfte». Не просто «darf ich», а «dürfte ich». Очень вежливо звучит. «Tipps geben, dать совет» или «warnen», «предостеречь». «Du solltest nicht so viel rauchen». «Тебе бы не следовало так много курить». Видите, этот глагол звучит точно так же, как в претеритуме. Но вот сразу понятно, что это совет, предостережение. Или «An deiner Stelle würde ich nicht so viel rauchen». На твоем месте я бы не курил так много. «Bestellungen» – сделать заказ. «Wünsche» – желание высказать. Здесь не обойтись без глагола «ich möchte» – «mögen». «Ich möchte einen kaffee». «Bitte» можете добавить. «Я хотел бы кофе». Вы, конечно, можете вот так сказать. «Ich will einen kaffee». Но это невежливо звучит для немцев. Предпочтение отдаётся, повторяю, конъюнктив 2. «Ich möchte einen kaffee» или «einen salat». Всё, что угодно. И теперь вот такого типа предложения. «Если бы то». Нам понадобится слово «вен». Например, «Вен ich eine Million hätte, dann würde ich eine Weltreise machen». «Если бы у меня был миллион», а немцы говорят, «если бы я имел миллион, то тогда я бы совершил кругосветное путешествие». Можно «дан» убрать. И получится «Вен ich eine Million hätte, würde ich eine Weltreise machen». Встречаются два глагола «hätte», «würde». Можете вот так это предложение сказать. «Ich würde eine Weltreise machen, wenn ich eine Million hätte». Меняйте части предложения местами. Прочитайте пару раз для того, чтобы запомнить просто, где стоят глаголы. Ещё пример. «Häute Abend würde ich gerne ins Kino gehen, wenn ich nicht arbeiten müsste. Сегодня вечером я бы охотно пошёл в кино, если бы я не должен был бы работать». Согласитесь, что немецкий вариант проще. «Häute Abend würde ich ins Kino gehen, wenn ich nicht arbeiten müsste». Можете также поменять местами части предложения. «Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich heute Abend gerne ins Kino gehen». И восклицание вот такого типа фразы. «Wenn ich nur jung wäre, если бы я только был молодым». «Wenn ich nur jung wäre». Или «Wäre ich nur jung, был бы я только молодым». «Wäre ich nur jung». Пусть вас не смущает, что глагол стоит впереди. Это правильно, такая фраза. И с глаголом «häten» тоже есть восклицание. «Wenn ich nur eine Million hätte, если бы я только имел миллион». Или «Hätte ich nur eine Million», имел бы я только один миллион. Можете «nur» убирать, но без «nur» предложение не такое сильное. Можете просто сказать «Wenn ich eine Million hätte, если бы у меня был миллион». Вот, собственно, на сегодняшний день всё. Давайте посмотрим, можем ли мы перевести вот эти предложения на немецкий язык. Остановите слайд. А теперь давайте проверим. Я бы имел такой дом. Их hätte gerne das Haus. Я бы охотно поехал на море. Их würde gerne ans Meer fahren. И если бы я имел много денег, я бы мог купить этот дом и поехать на море. Если всё получилось, то вы тему усвоили. Если были проблемы, нужно вернуться назад и посмотреть ещё раз. Главное, составьте как можно больше предложений. А в комментариях напишите «Was würdest du tun, wenn du eine Million hättest?» Что бы ты сделал, если бы у тебя был, а немцы говорят, если бы ты имел миллион? На следующем уроке будем говорить о таких предложениях в прошедшем времени. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. и не забудьте поставить лайк, если урок вам понравился. Спасибо за внимание.